Продолжение следует... Таким настроем, наверное, в большинстве своем он прав. Еще раз спасибо большое за приглашение, за возможность сегодня здесь присутствовать и поделиться, наверное, своими некоторыми трудностями, которые мы испытываем в ходе выполнения наших профессиональных деятельностей. Алексей Михайлович, опять же, сегодня уже затронул ситуацию, связанную с недобросовестным поведением участников закупок, а именно поведением по их действиям, по представлению недостоверных сведений при проведении закупок. И подтверждая слова, опять же, Алексея Михайловича, хочу сказать, что действительно огромное количество за последние 2-3 года обращений поступает в Федеральную антимонопольную службу именно по вопросам, связанным с этой проблемой. Для нас совершенно точным и очевидным является тот факт, что такие противоправные действия участников закупок являются антиконкурентными. В первую очередь нарушают все возможные права других участников закупок, которые, являясь добросовестными, фактически находятся в таком уязвимом положении, фактически у них отсутствуют шансы на победу. В то же самое время это серьезный ущерб для заказчика, потому что заказчик фактически в последующем будет вынужден заключать контракт без какого-либо значительного снижения, то есть без экономии своих собственных средств. Ну и плюс опять же это риски для того же самого заказчика, для которого ставится под вопрос исполнение самого контракта, либо, так скажем, его исполнение в должной форме. Мы, поскольку все чаще с этим вопросом сталкиваемся, об этом все чаще говорим, мы специально посмотрели статистику тех обращений, которые зашли в ФАС начиная с 22-го года, то есть 22-й, 23-й и тот период, период 24-го. И для себя увидели очень интересную картину, что получается в 22-м году в ФАС поступило буквально 2-3-4 десятка обращений заказчиков, либо участников закупок, которые сообщали о том, что представляются недостоверные сведения, пожалуйста, с этим что-то сделайте. И ровно через год уже в 23-м году это количество таких обращений увеличилось в 15 раз, то есть количество таких обращений просто стало уже несколько сотен. Сегодня по состоянию на первое полугодие этого года количество обращений уже выросло по сравнению с тем количеством, которое было за весь 23-й год. То есть мы видим вот эту вот крайне отрицательную динамику, этот рост поступающих обращений, их все больше, больше и больше. И тоже, наверное, для примера мы посмотрели все эти обращения, примерно 80% из них нашло свое подтверждение. Мы действительно видим, что те сообщения, которые к нам поступают, находят свое подтверждение. Мы перепроверяем, выясняем через налоговые органы, через родственного мониторинга и устанавливаем факт предоставления недостоверных сведений. Там абсолютно разные примеры, на самом деле мы их много перебираем, но я, наверное, один-два сейчас приведу в качестве примера. Мы в том году в рамках нашей антикартельной деятельности занимались как раз работой в отношении тех самых участников, которые предоставляют недостоверную информацию. И как-то раз столкнулись с ситуацией, где два хозяйствующих субъекта, две организации между собой, сдружившиеся, естественно, заключили, подписали, скажем так, мнимые подложные договоры на поставку продуктов питания. Причем там какие-то невероятные были цифры, там, по-моему, четыре или пять контрактов, один на 100 миллиардов, второй на 150 миллиардов, третий на 250. Ну, в общем, суммарно где-то на половину триллиона контрактов они друг другу поставили продуктов питания, представляете, да, 500 миллиардов рублей, и причем там в разрезе, по-моему, двух-трех лет. С этими контрактами они попеременно, никогда не участвуя совместно, попеременно гуляют по торгам, порядка, там, тридцати, тридцати пяти, по-моему, вот видите, тоже слышали. Как правило, везде становились победителем, как правило, везде без какого-либо значительного снижения, а заказчики – это органы, социальные органы Москвы, Московской области и там плюс еще два субъекта. То есть в социально значимой организации на государственные деньги закупались продукты питания по максимально высоким ценам. Ну, очевидно, да, ситуация, ну, просто ненормальная. Мы с этим разобрались, что интересно, сейчас расскажу. Разобрались, дело возбудили, довели его до конца, вынесли решение, направили, есть специальный состав ответственности за картельное соглашение, направили материалы в правоохранительные органы, возбудили дело уголовное, все хорошо, опубликовали решение наше, которое вынесла комиссия ФАС. И буквально там в течение недели-двух, после того, как мы опубликовали это решение, к нам стали поступать обращения со всех субъектов нашей страны о том, что посмотрите, пожалуйста, мы вот изучили ваше решение, увидели его, да, у нас такая же ситуация здесь, здесь и здесь. Мы, опять же, посмотрели все то, о чем нам писали. И, собственно, да, мы подтвердили, вот аналогичные дела сейчас уже рассмотрены, причем там сумма контрактов есть, вот тот пример, о котором я говорю, там сумма порядка двух миллиардов, то сейчас вот дела, которые уже мы завершаем, там 4, 5, 6 миллиардов, ну, тоже, согласитесь, для госзаказчика сумма очень даже приличная. И, собственно, таких примеров достаточно много. Есть абсолютно другие примеры, о них сейчас останавливаться не буду. Вопрос, собственно, что с этим делать, как с этим бороться. У нас вот буквально на последней площадке неделю назад ко мне подходили коллеги и тоже спрашивали, вот коллега как раз в зале присутствует, что вы будете с этим делать. Что, собственно, делаем? Ну, в первую очередь ФАС является инициатором изменений в закон относительно необходимости включения таких недобросовестных участников в РНП. Пока мы отрабатываем поручения правительства по этому поводу, есть точки, которые мы должны, так скажем, уточнить. И, честно говоря, я думаю, что если ситуация будет развиваться таким же образом, то рано или поздно такие изменения в закон вносить придется. Но посмотрим, возможно, ситуация как-то поменяется. Что делаем еще? У нас есть другой реестр, это реестр недостоверных сведений. Он также публикуется на сайте Федеральной антимонопольной службы. Любой из вас, любой из участников рынка может зайти, посмотреть, ознакомиться и хотя бы понимать или сверить часы относительно тех, с кем ему предстоит работать. И еще один достаточно суровый способ, который мы для себя отобрали, но, тем не менее, я считаю, что это такой способ профилактики некий. Мы в настоящее время абсолютно во всех 100% случаев при установлении подложности или недостоверности сведений, представленных на закупке, направляем материалы в правоохранительные органы. Мы с Министерством внутренних дел на эту тему ведем сейчас такой достаточно интенсивный диалог. Нас коллеги поддерживают и уже по нашим материалам в некоторых регионах страны дела возбуждены были. Некоторые из них даже уже дошли до суда и даже есть приговоры суда. Опять же, наверное, мера суровая, но, как я полагаю, на сегодняшний день она необходима. Вот как-то так выглядит ситуация с нашей работой в отношении недобросовестных участников рынка. Мы эту работу будем продолжать. Надеюсь, она пойдет на пользу не только конкуренции, но и экономике в целом. Спасибо. Спасибо. Спасибо.